шалом друзья приветствую всех сейчас я в таких приготовлениях здесь одна из таких трудоемких у меня есть операций очищают чеснок трудно очищать лук чеснок чищу особенно чеснока приготовление у меня такие сейчас у меня здесь мясо варится много чеснока будет перца ну еврейский челанд это будет такой предпасхальный шаббат сейчас приготовление идут сейчас и я буду здесь сейчас прибираться уже кое-что прибрал уже вот сейчас буду здесь прибираться тоже как приготовлю все вот и сегодня вечером до встречаем шаббат и это шаббат хадоль шаббат великий почему шаббат великий но по традиции предпасхальный кстати православная традиция церковное если брать религиозным традиции православное вот именно как раз также поставлю предпасхальный шаббат суббота провозь contrario суббота и пасхальная суббота значит называется с Великой Субботой. Эта традиция была взята с иудаизма. Так что накануне православной Пасхи тоже есть такое наименование Великой Субботы. Вообще в православии много очень что взято с иудаизма. Я как православный священно-соконнослужитель, как реформатор, об этом часто говорю. Вы знаете, или даже доходят до такого комичного немного. Порой траги комичного. Большинство священников у нас, если брать, традиционно православных священников, даже не знают, почему у нас, допустим, день начинается богослужебный с вечера и продолжается до вечера. Почему ведь это как бы странно. Ну, хотя многие священники, да, как бы тут же отвечают, что да, в Библии же написано и был вечер, и было утро, день такой-то. Вот. Вот так вот. И так же неделя пасхальная, ой, не пасхальная, богослужебная неделя. То есть суточный цикл богослужения с вечера до вечера. Вот, значит, а, значит, недельный цикл богослужения с воскресенья до субботы. Значит, ну, хотя гражданский календарь наш, первый день недели, понедельник, да, вот, ну, как будет в гражданском календаре, а в церковном православном не так. Почему-то с воскресенья. Почему-то воскресенье называется первым днем недели. Тоже многие не понимают, почему. На самом деле это вот религиозная традиция, которая была взята еще с иудаизма. Я в последнее время очень много этому времени, этой теме уделяю, потому что когда стал раскапывать корни нашей веры православной, ну, шутка ли, я уже больше 30 лет уже, то есть уже достаточно долго являясь священнослужителем, церковным, православным служителем, уже достаточно много, вот, и как бы достаточно для того, чтобы сделать уже какие-то выводы, вот, и касательно своего служения Господу и вообще православного служения в целом, вот, последних 20 лет я общаюсь вообще с верующими разных конфессий, разных динаминаций, разных традиций, вот, очень активно, так что для меня это очень важный опыт, я считаю, для моей веры личной, вот, очень важный опыт. Вот так вот, и в 96-м году, когда я вышел, до 96-м года я был священником традиционной православной церкви Московского патриархата, служил, как и тысячи моих коллег, как бы, особенно вопросов много не задавал, наверное, еще потому, что, как бы, некогда было, служение священническое такое полностью меня увлекало, завлекало, вот, и храмовое благочестие, я действительно очень люблю служение православное церковное, если честно, то, я даже братьям говорил, там, многим католикам, ну, католики так понимают, многие прекрасно, протестантам многим говорил, не в обиду будет сказано, говорю, но я говорю, вот, за свое христианство, вот, за служение свое, время, за годы своего служения, особенно последние годы, эти 20 лет, общаясь с разными, очень верующими, вот, и бывал на разных служениях, очень разных собраниях, служениях, то есть, я знаю в христианстве на сегодняшний день уже сотни разных форм поклонения, служения, молитв, вот, то есть, в христианстве, на самом деле, очень пестрая картина, отец Александр меня об этом очень так подробно говорил, в общем-то, вот, в своих беседах, в выступлениях, вот так вот, и, знаете ли, я тоже, как бы, согласен в этом отношении полностью с Александром Менем, что в христианстве, хотя много очень разных, вот этих, традиций, форм, как бы, служения, но, именно восточное, православное, оно, ну, наиболее, как бы, такое красивое, не знаю, честно говоря, даже, в христианстве, даже лучше я не видел ничего, есть много разных, вот, традиций, но, хотя, наверное, может быть, даже и с того исхожу, что, всякий, как говорится, кулик свои болоты хвалит, вот, возможно, и так, кому-то милее баптистское служение, кому-то милее, поэтому, в Новом Завете, Господь не дал нам никакой, знаете ли, такой формы, вот, для богослужения, определенной, не, ну, есть там, конечно, такие намеки, как проходили раньше служения, в принципе, я думаю, особо, ничего нового в этом не выдумывали, брали уже синагогальное служение, кстати, в православном учебнике, по литургическому богословию, по литургике, обязательно, всегда, где-то там, в начале указано, что, в основе православной литургии лежат, а, первое, это храмовое служение Иерусалимского храма, а, б, второе, это синагогальное служение, служение синагоги, то есть, мы плоть от плоти, иудаизма, вышли с иудаизма, и восприняли очень многое, именно, иудейского, кстати, годичный цикл богослужения, если вот суточный, с вечера до вечера, недельный, с воскресенья до субботы, до седьмого дня, а годичный цикл богослужения у нас в православии, с сентября, получается, до сентября, вот, вот так вот, тоже, как бы, ну, это традиция Рош-Хошана, да, Йом-Труа праздник, голова года, вот, и, знаете, вот все вот эти вот исследования мои, размышления, они меня, подвигли меня вот, к нашим православным корням, ближе изучать эту тему, поэтому, мне тема, вот, так называемой елиси жудовствующих, как на Руси называли раньше, мне очень близка, я, я сам вот, так сказать, жудовствующий, вот, современный, православный, вот, до конца, сам не понимаю, куда дальше Господь ведет, но я знаю, что Бог хочет действительно реформировать церковь, и церковь его не пристанно реформируется, у нас один путь истинной жизни, это Иисус Христос, вот, и действительно, Иисус, вот, раскрывает нам свою веру, раскрывает нам свою любовь, вот, вот, и, я думаю, что огромное будет движение в православии, именно вот, когда-то было движение, знаешь, такое, стрегольники, жидовствующие, на Руси, вот, жестоко с ними расправились, конечно, очень жестоко подавили все это, вот, и не одно столетие продолжались репрессии, то есть, это говорит о том, что, знаете ли, значит, в толще-то народа, все равно поиск Бога был, вот, и Слово Божьего, вот так вот, так, чеснока почти не осталось уже у меня, вот так вот, да, у меня еще и свой интерес возник, семейный, чисто, потому что, знаете ли, по отцу я еврей, вот, отец мой, покойный уже царство небесное, Юрий Павлович, еврей, вот, по матери татарин, мне очень интересно, и мусульманская культура, татарская, тюркская вообще культура, очень близка, очень, я интересуюсь ей, но касательно, именно веры, касательно религии, то, еврейство меня, не просто как национальное, будем так говорить, привлекает, вот, черта, а именно как вот, духовность, именно как иудейство, потому что, это корни христианства, как говорил, говаривает, Пинхас Полонский, один из, сейчас, лекторов, известных, вот, он говорил, что, христианство, это, как дочернее предприятие иудаизма, а вот и все, нет чеснока, вот так вот, дочернее предприятие иудаизма, конечно, не согласен, всего там, формулировка такой, вот, но, в этом что-то есть, еще, лучок остался, с лучок я стану, нет, тут, вот, один из, секретов, хороший, хорошего челанда, и вообще, как бы, шабак неудри, это много чеснока, и много лука, и не ошибетесь, вот так вот, я уже, закупаюсь мацой, потихонечку, готовлюсь к шабату, и, сейчас, к шабату, и, значит, уже к Пасхе, остается неделя, да, ровно неделя остается, в следующую пятницу вечером уже встречаем шабат, и не просто шабат, а, это шабат, он называется даже не то, что, не потому что, не только потому, что в субботу он, а потому, что он, как сказать, первый день, Пасхи, он называется субботой, шабатом, независимо от того, в какой именно день недели он выпадает, это, великий праздник, и седьмой день, тоже, последний день, Пасхи, тоже, в этом году, тоже, и совпадает, с реальной субботой, как бы, но с, календарной субботой, и такая, духовная суббота, будем так говорить, вот так вот, друзья, ну вот, мои приготовления, здесь немного, плиты жарковаты, сейчас здесь все готовится, вот, вас все благоставляю, во имя Иисуса Христа, во имя Господа, Иисуса благоставляю, и пусть, в судьбе каждого, из вас, дорогие друзья, Мессия, Ишуа, Христос, Иисус, он будет занимать центральное место, всегда, всегда, его любовь, действительно, велика, один из прекраснейших, псалмов, христианства, я люблю, и протестантские, я все хвалю, конечно, свое, православное, литургию, всеношное, акафистное пение, прекрасные каноны, акафисты, но, знаете ли, и в других конфессиях, я люблю и Мессу католическую, очень люблю, как гость, я иногда даже и сослужил, значит, вместе с католиками в костелах, проповедовал в костелах, и проповедую, когда меня приглашают, особенно католики-харизматики, вот, реформаторы, такие будем так говорить, тоже католические, вот, и, значит, протестанты, проповедую баптистов, писятников, адвентистов, значит, методистов, кальвинистов, лютеран, очень разных протестантов, и старых, и новых, вот, неохаризматов, неописятников, как ни называй, неконфессиональных церквях, и вот, значит, есть песня «Возрождение», и вот там, в этом сборнике, моя любимая песня, я очень люблю ее, из всех протестантских песен, наверное, одна из самых моих любимых, «Любовь Христа безмерно велика», «Начало нет и льется, как река», «Любовь Христа безмерно велика», «Начало нет и льется, как река», «И как волна лапзает берега», «И глубока, светла и широка», «И если б не было любви», «Любви Христа», «Мы б не смогли иметь надежду вечно жить», «И как спаситель всех людей любить». Слава Богу, друзья, слава Богу, слава Христу. Сегодня, наверное, споем на шаббате, как раз, эту песню. Вот. В шесть часов вечера подключайтесь. Сегодня продолжение вот этих предпасхальных бесед. И сегодня, наверное, не просто даже беседа будет, а встреча шабата и великого шабата. шаббат хадуль. Вот так вот. Пусть Бог благоставит вас, все, дорогие друзья, во имя Иисуса Христа. Благоставляю. Вот. Благоставляю, благоставляю, благоставляю. Во имя Господу. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Шаббат.